Убережно, двери зачиняются. Данную операцию хакеры посвятили 20-й годовщине принятия Конституции Украины, которая уходит корнями в славные времена украинского казачества, известного своим свободолюбием и бесстрашием. Качества эти никуда не пропали. И его потомки, воины киберпространства, напоминают всем, кто причастен к информационной составляющей российской гибридной агрессии против Украины, что у них есть полные основания бояться звука собственного работающего компьютера и каждого входящего на него сообщения. Как заявляют сами хакеры, с каждым разом их атаки будут все сильнее и болезненнее для врага и продлятся до тех пор, пока последний российский гибридный солдат не покинет оккупированный Крым и Донбасс. Свободным людям с рабами не по пути. Одновременно со взломами сайтов устанавливаются личности тех, кто имеет отношение к российской машине пропаганды, которая за эти два года уже стоила жизни дюжине тысячи людей. Ломаются почтовые ящики, переписки в соцсетях и облачные хранилища российских пропагандистов, а точнее, виртуальных солдат кремлевского режима. Далее данные передаются для анализа волонтерской разведки InformNapalm, сайту Миротворец и СБЛ, чтобы виновные в преступлениях были наказаны в реальности. Напоминаем, сегодня, 28 июня, кибер-альянс Falcons Flame, Trinity, Киберхунта и RUH-8 взломали следующие ресурсы. Вот уже несколько лет Кремль тратит миллиарды долларов на пропаганду и внедрение своего мировоззрения в умы жителей нашей планеты. Но именно Украина стала форпостом и дала им отпор, потому что Кремль не учел самого главного – существование вольных людей с собственным мировоззрением, которым ни почем его деньги и власть. Свобода мыслия и желания жить собственной жизнью – качества, непонятные людям, привыкшим жить в мире, где все покупается и продается. Но именно эти качества и являются сильнейшим оружием против лжи, фантомов и стереотипов отжившего себя чекистского режима. Вместе мы победим. Побережно. Твери зачиняются. Наступна станция – Майдан независимости. Дай боже. И мы снова на Львовском метро. После нашего предыдущего видеообращения 29 апреля некоторые зрители решили, что мы шутим. Ну мы не шутим, а говорим абсолютно серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok